11-й международный фестиваль опера «Всем» сегодня продолжается в Кронштадте спектаклем Альберта Лурцинга «Цареплотник». Постановку, посвященную пребыванию Петра I в Голландии, назвали специальным событием фестиваля. Прямо сейчас на Якорной площади работает наш корреспондент Мария Марченко. Она выходит на прямую связь со студией. Маш, погода не мешает зрителям наслаждаться классикой? Коллеги, как вы видите, погода прекрасная, дождя нет, но еще буквально полчаса назад дремел гром, и все с тревогой следили за огромной синей тучей, которая, к счастью, прошла мимо. Сегодня, без преувеличения, исторический момент. Здесь, на Якорной площади, будет звучать опера «Петр и плотник». Ее до этого в нашем городе ставили только один раз. Нам удалось побывать на репетиции, и я могу сказать, что музыка действительно очень красивая. Сегодня, кстати, многое происходит впервые. Например, фестиваль опера «Всем» впервые проходит в своей истории в Кронштадте. А художественный руководитель этого фестиваля, Фабио Мастранджело, дирижирует этой оперой впервые. Он признался, что давно хотел поставить ее на петербургской сцене и просто не мог этого не сделать в год, когда мы отмечаем 350 лет со дня рождения Петра Великого. Я не волнуюсь, конечно. Опыт здесь поможет. Мы тоже тщательно отрепетировали ее, поэтому я могу сказать, что хорошо партитура внутри. Как говорят, для идеального дирижера надо, чтобы не голова была в партитуре, а чтобы партитура была в голове. Опера комедийная в основе сюжета о том, как Петр I в 25 лет инкогнито отправился в Голландию, чтобы научиться строить корабли. По ходу действия возникает масса забавных ситуаций, потому что никто не понимает, кто же из работников русский царь. Правда выясняется только в финале. Опера построена по принципу зингшпиля, то есть там есть музыкальные номера и разговорные диалоги. Так вот, эти диалоги перевели на русский, чтобы публике был понятен юмор. Арии исполняют на немецком языке. Для меня это инновационный проект. Я восхищен тем, что опера выходит к людям, выходит на улицы. Это фантастическое решение, потому что опера это не элитарное искусство. Я всегда счастлив принять в этом участие и помочь, чем могу. Зрители нашего телеканала смогут увидеть оперу Петр и Плотник в 22 часа 20 минут, сразу после выпуска новостей. Ну а фестиваль опера «Всем» завершится в это воскресенье. У Екатерининского дворца в Царском селе прозвучит опера «Рассини» «Золушка». Коллеги. Маша, спасибо. Из самого сердца Кронштадта, где проходит фестиваль опера «Всем» была наш корреспондент Мария Марченко.